подписчики что подписчики скажи здравствуйте поздороваться поздороваться скажи здравствуйте здравствуйте дорогие наши подписчики для воды мы сегодня саду ночевали повторюсь доброе утро у нас у вас бабушка встала как обычно пораньше меня всегда утро начинается второе это теплиц пока ребятишки спят я быстро по теплицам пробежалась нижние листья кое-где убрала и сейчас там надо собрать сначала до помидоры и дима все ходил у нас вчера ждал чтобы собирать помидоры я говорю сегодня утром и жду когда он станет что вместе с ним пойти он вчера бегал хочешь помидорку ему надо сам процесс сорвать помидорку с веточки хочешь помидорку хочу неси принесет 5 хочешь помидорку я не хочу но хочешь помидорку дадима вот сегодня мы пойдем собирать сейчас сначала соберем урожай а зачем скажу что я приехал сюда ну что пошли собираем вот свои вот эти вот желтенькие подожди ставь сюда ведерко держишь веточку давай я а ты забирай это у нас вишня но вот что-то вишня это прямо тихо-тихонько надо тихонько не льви так тихонько это целый абрикосы они вишни ну да грамм сорок уже наверное вишня завица вот не помню а вон внизу палочка то у тебя а точно палочка вишня просто вишня вишня просто но не знаю приклеилась видишь бабушка поранилась упала ешь подорожник подорожник прилепила хожу с подорожником а ты вот что бабушку не зазни это не под не подтащил кверху собачка не упал силы нету еще ты же мой помощник у меня сила спит сила спит еще а что ты не разбудишь она спит спит ну давай вот эти вот еще тоже собирай на я тебе буду давать давай пойдем посмотрим какие еще у нас есть это у нас вишня но что-то тут целый абрикосы пойдем не кидай так это у нас тоже какие-то вот что-то у нас написано подожди димуля подожди что-то наверное не от этого тоже какая-то не похоже может бабушка где-то искать я тебе давай на ты клади так вот эти тоже же красненькие то вот эти дима тоже надо собрать она еще не совсем красная да мы зелеными не собираем пойдем мы собираем когда уже не покраснеет и да это то у нас что-то у нас тимрюк да да тут еще не покраснели ой как много-много-много да много-много-много не покраснели так пойдем другую сторону пойдем пойдем тут уже возьмем с тобой ведро это будет тимина поставь сюда на выходе там а вот еще маленький пойдем вот здесь у нас вот хочу показать черри краски здесь у нас одна и одна один ствол черри краски другой тимрюк вот это вот черри краски вот какая у него кисть день димочка тихонечко тихонечко вот как бы сложная считается раз и раз кисточка но тоже вот скажу черри краски всегда ведь у нас они были мельче всегда мельче муж который год их сажаем а в этом году что-то какие-то крупные вот она и вот они и черри да так помидорка дай мне туда пойти почему тебе туда пройти кто листик долл опал он видишь у башки больно это твое ведро ты носи его вот так вот смотри как вот у него же есть ручка вот так это твое ведро да давай соберем сейчас у тебя нет тебе вот эти поменьше а вот это бабушки побольше хорошо вот это еще тут вот тоже есть побольше дайди диме не то не побольше уже вот сюда нравят эти маленькие тебе тогда служит на вот так вот так вот а вот здесь еще есть маленькие давай вот эти вот те малышечки еще положим смотри о малышечки сейчас мы его прищиплет убежала помидорка помидорка убежал вот так тебе да хватит да вот это малышечки это малышечки как дима не малышечка или нет нет дима 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 так давай сейчас дособираем руки у тебя руки дима я же тебе показала как надо вот так тоже лучше носить держи то что нет нет что вот так смотри да и мы сейчас тобой пойдем так ну что мы помидоры сейчас сюда собирают сегодня мне нужно еще макушке им прищипнуть чтобы они уже выше дальше не росли прищипнем сейчас мне макушке индотерминат чтобы они уже выше не росли бабушка всегда как дела дима ты меня помощник руку мне давай может конечно и без этого завязать вот так бабушка станет всегда так над последней кистью оставляю два листа и вот так вот убираю все тут даже уже от помидорочка одна завязалась сколько еще рядом завяжется не знаю но завяжется вот тут вот я и оставлю тут вот кисть вот кисть я не еще оставлю им еще раз им еще раз мы помидору убираем уже что-то тоже стали помидорка подожди иди сюда иди вот иди сюда вот так ты хочешь вот эту сразу ну да ты вот так над листиком ручку делай вот так вот вот и крути маленько и вот так вот так вот так вот маленько крути вот так все сорвал что ведро кладешь бабушкина у димы некуда лужи так класть правильно сказать один так ну вот сейчас я пройду это делать надо утром чтобы ранки зажили все сделаем дать его мы с тобой ты мой помощник будешь до будешь мой помощник так потом мы их польем и сделаю уже наверное последнюю подкормку чтобы хорошо не сейчас зрели помидоры последняя подкормка у меня будет калийная можно сделать настой золы зала можно полить сульфатом калия столовая ложка на 10 литров воды но если сравнить по проценту калия например в которой больше то где будет раствор сульфата калия в пять раз такая раз такой раствор такая подкормка будет сильнее чем зольные и мы выберем сульфат калия столовая ложка на 10 литров воды и вечером сделаем дадим сделаем ну чё продолжаем давай собирать и тогда продолжай с мамой вот эту сторону еще пройди на дима с мамой сейчас пройдешь а я пошла макушке чикати да вот этот вот так прямо вообще нас даже лег это кто у нас темрюк и все еще дима едет смотрите урожай везет ну чё ты не проедешь тут шланг давай вот так эти помогут лопата у него тут и мячик все вместе да давай везем везем урожай домой а меня-то прихватишь с моим-то урожай у меня ведь тоже здесь два ветра или чё там рейсов за мной приедешь ну давай поехали там гладиолус зацепишь давай в эту сторону поедем ну давай шланг видишь паска не убрала почему надо проехать и бабушка шланг не убрала вот дима смотри биби смотри какой он цветочек большой смотрел дима выше тебе да да вон какой гладиолус это вот этот вот тоже смотри какой высоченный какой интересный пятнышек а в этом смотри 22 с одной луковицы будешь 2 тоже вот как наклоняется уже не наклоняется это мелковато подокучивать вроде подокучивали но там желтенький желтенький тоже ведь почему криво потому что и под кучи низко высоко посажены что куда ты хочешь чтобы урожай бабушкин еще забрать вот помощники мой поехали 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 муха поехали по грядкам только не ездить аккуратненько вот так пошли коляска это еще настя на у нас тут насти играла куклами коляске один а сейчас есть урожай собирая вот видишь сколько коляска то простояла да вот этих и нужно ее сегодня тоже нам вечером подкормить чтобы все вот эти вот цветочки все хорошо ой смотри смотри что прет ведро прет ведро ты чокольца тима давай вместе конечно ты же можно такое поднимать тебе сюда 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 а куда будем ставить освобождать коляске освобождать коляске ты повезешь коляске убираю это все а сказала про настю то что говорю коляска то еще настя но скажу вам что настя у нас поступила будет учиться поступила на у нас в уральский варфу это уральский федеральный университет на факультет у нас медиа коммуникации и мультимедийное программирование я учила это долго сейчас меня девчонки знакомых то спрашивают я говорю сейчас скажу и потом соберусь и скажу так все повезешь помощник ты мой ну что бы вот я без тебя делать так двигаемся обратно что ты только не уронил помощник мой помощник ты мой помощник вот так сзади буду поддерживать давай давай везем 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 вместе конечно конечно шланг бабушка не удрала вчера вот видишь да сегодня диме приходится по шлангу нет не приехали доезжай там шланг подожди меня проехи вам хочу сказать вот здесь прошло году я сажала такой цветок и он однолетний он нам очень в прошлом году понравился медонос такой прямо пчелки там все пчелки а в этом году я же здесь перекапывала и он все равно насеялся снова на этом же месте он растет я даже не рассчитывала на него сейчас сейчас помогу где-то вон львиный зев посадила где-то что-то тут а он насеялся как он везде насеялся у входа даже везде везде хаван у туалета у входа как он так везде насеялся ну нравится пусть сеется и же такие цветы которые сеются календула постоянно сеется хризантема однолетние тоже хорошо сеется нравится жена даже не посадишь так что пусть сеется посадите красиво неприхотливо что у тебя мячик давай пошли это уже проехал и климатис беленький распускаться он вниз сюда опустился и пошел тоже белым у теплицы там синий красивый тоже распустился а вот эти теплицы что-то как-то нет ну теплицы им солнышко мало посадила я туда их не знаю хоть пересаживай вроде шевелить уже их не охота но солнышко и мало там получает это северная сторона мало солнышко видеть и вот которые я цветы посеяла прямо в грунт весной они сейчас так цветут красиво я покажу вот гадецию наверно все знают мне кажется каждый второй садовод сажает вот такую вот гадецию разных и очень много разных разных цветов оттенков грамма красота грунт посеяли без рассады без всяко цветет набирает и набирает вон она а тут в каждую как конец каждой глядочки я вот посеяла весной у меня еще осталось тут вот лишь какие это кто мне вот такой подсолнечник вот он такой и есть 45 высота цветок 12-15 такой он и есть пчелка пчелка сидит на цветочке пойдем и вот сколько вот их видишь хорошенькие еще осталось тут я его не весь посеяла так новенький я посеяла такой не знаю вот он какой будет линантес какой-то вот но пока не цветет такой необычный какой-то даже листва то какая-то необычная ну вот она вот она вижу вот тут какая она такая на себя цветет где-нибудь вон тут может свечет наверно скоро посмотрим у него по описанию то было прямо даже написано что вот эти вот полосочки то разного разной величины бывают цветки белого цвета с оттенком лаванды который проявляется больше при прямом посеве в открытый кронт вот я в открытый кронт и посеял здесь вот я сеяла вот эту вот диморфотеку но я скажу что прямо вот как остеоспермом по моему тоже вот у нас там есть остеоспермом даже сейчас рядышком поставить мне кажется то же самое вот она диморфотека лаватеру тоже сеяла прямо в открытый грунт что она красивая да ведь ну вот это вот у меня пакетик ты видишь вот я набрала сколько там написано а вот 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 50 сантиметров солнышко она больше на метр с лишним год по на солнышке здесь целый день солнышко поэтому она вот цветет и цветет и цветет красавица лаватера тоже нами и каждый пароль третий садовод сажать тоже много оттенков и белые темные розовые и такая персиковая бывает очень красиво и зев тоже очень красиво цветет тоже любим его но его рассады рассада это вот такой львиный зев как бы как называть его кустовой или как ли вот а еще мне есть ампельный там в горшочке нужно одно сейчас покажу тоже тоже ну вот то что он рассады сажается а так очень очень красивый но бывает он потом сеется вот какой-то один год не посеешь его он раз день и вы то выйдет хоть один кустик то выйдет так что у меня с многолетниками происходит вот этот самый большой у меня контейнер энотера сейчас я ее уже посажу в грунт вот так попробую прямо пучками ее посадить по одному то все равно мне не разделить да и не надо по одному вот этот я сейчас разделю и посвее посажу уже а вот такие например которые вот еще совсем малышечка лапчатка пусть она еще сидит закрыта стоит но не завязаны уже чтоб воздух туда проходил ну-ка то сейчас посажу здесь я начала уже горох убирать и вот на краешек тут грядочки посадила вот и пусть растет но часто то поливать у менять не приходится я дня через два только приеду поэтому я прикрою акрилом закрою камешки подложу чтобы его не сдул и так его оставлю ну вот дорогие друзья намылись в бане и поехали домой слегка подуставшие но довольны дима у нас неугомонный конечно приедем сад хорошо хорошо ты не хочешь домой уже не хочешь хочешь здесь оставаться будешь уезжать до свидания спасибо вам что остаетесь с нами подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всего вам доброго до свидания